Уважаемые президиумы, уважаемые коллеги, позвольте также поблагодарить за возможность принять участие в работе нашего форума. И мое выступление посвящено тройному негативному раку молочной железы. Тройной негативный рак молочной железы характеризуется отсутствием экспрессии стероидных гормонов, рецепторов эстрогена прогестерона и эпидермального фактора роста второго типа РББ-2. Тройной негативный рак встречается у 8-20% женщин больных раком молочной железы. Как правило, это в перимонозальном периоде и характеризуется быстрым течением, развивается из базального эпителия, обладает быстрым ростом и относится к низкодрифинцированным ракам с высоким методическим индексом и высоким статическим потенциалом. Что касается тройного негативного рака молочной железы, то в настоящее время принято считать, что 70% он состоит из истинного базально подобного рака. Из истинного базально подобного рака и 30% относятся к другим фенотипам. Но тройной негативный рак может встречаться и в других опухолях, которые обладают более доброкачественным течением, таким как медулярный рак и альбериарно-кистозный рак. Что касается базально подобного рака, то и среди этого рака можно встретить опухоли, которые продуцируют рецепторы эстрогена и апрекистерона до 3%, а HER2-рецепторы могут продуцироваться и до 12%. Таким образом, тройной негативный рак может представляться таким суррогатным маркером для идентификации истинного базально подобного рака молочной железы. Тройной негативный рак Для этого подтипа характерен неблагоприятный прогноз. Тройной негативный рак молочной железы составляет 15% рака молочной железы, и в то же время он дает наибольшее количество смертей. Для этой группы характерна гидрогенность. Отсутствуют терапевтические критерии, нет мишени, и поэтому отсюда нет определенных схем лечения и стандартов лечения. Высокая частота мутации по 53. Надо сказать, что в начале заболевания имеется высокая часть видов спроводимой химиотерапии, но дальше в дальнейшем развивается очень стойкая химиорезистентность. Не все, как я уже сказала, тройные негативные раки молочной железы представляют собой базально подобный вариант, а всего лишь только 70%. Большинство 80% BRCA-ассоциированных раков – это базально подобные раки, и большинство базально подобных раков не ассоциируются с мутацией BRCA. На данном слайде представлены по типу, который в настоящее время печатается в литературе по поводу тройного негативного рака молочной железы. К ним относятся базально подобный первый и второй, для этого типа характерно высокоэкспрессии генов, отличающие их за клеточные циклы и реакции повреждения ДНК. Иммуномализаторные, которые характеризуются генные профили, прикрещиваются с модулярным раком молочной железы. Этот по типу обладает более благоприятным прогнозом. Мезонхимальные и мезонхимальные стволоподобные, при этом генные экспрессии характерны для эпителиально-мезонхимальных переходов, активации сигнальных путей PI3K, МТОР и других. Люминальный андроген рецепторный, при котором имеется активация сигнальных путей рецепторов андрогена. Кулудин-лоупа, тип которой характеризуется низкой экспрессией смыслов генов, кодирующий синтез белков семейства кулудинов, которые являются молекулярной межклеточной адгезией. Эти опухоли являются наименее дифференцированными, имеющие четвертое сходство со стволовыми клетками молочной железы. И последние выделяют ХЕР-2 обогащенный тип. Таким образом, отрыжение негативной или тройной негативной рак молочной железы представляет собой гетерогенную популяцию опухоли. Лекарственная терапия. В настоящее время, как я уже сказала, нет стандартов и оптимальных схем лечения тройной негативной рак молочной железы, но всеми исследователями, клиент-систами признаются, что этот вид отвечает на проводимую химиотерапию. И поэтому на сегодняшний день химиотерапия является наиболее эффективным методом терапии. К ней относятся цитотоксические препараты, особенно повреждающие ДНК. Следует перечислить андроциклина, токсана. Что касается препарата платина, до настоящего времени нет окончательного решения в добавлении и включении в схему химиотерапии препаратов платины. Но, тем не менее, при берсии мутации, применение препаратов платина позволяет получить полную патермологическую регрессию опухоли до 80%. Используется и рибулин, который позволяет увеличить продолжительность жизни. Ингибиторы ПАРП при наличии рецепторов, естественно, РПАРП. Рецепторы ПАРП в данном случае могут быть являться терапевтической мишенью при берсии, остержанном раке молочной железы. И антиандрогены при андроген-рецепторе ПАТИПе, в частности, КАСАДЕКС. Можно предположить, что обладая такими свойствами, как быстрый рост опухоли, быстрое медостазирование, быстрое развитие резистентности проводимой химиотерапии, можно логично предположить, что эти опухоли должны включать в своем составе больший процент стволовых клеток, нежели в других по типах рака молочной железы. Но предположение о том, что опухоли могут происходить из клеток со свойствами стволовых клеток, было сделано более 100 лет назад. Но однако экспериментальное подтверждение этого предположения появилось относительно недавно, в 2003 году, ОЛХАЭ. В последние годы отмечается неуклонное увеличение числа публикаций, в основном, конечно, зарубежных, по различным проблемам, связанным с опухолными клетками, включая их молекулярно-клеточные особенности, чувствительность к проводимым противопухолем воздействиям, механизмы радиохимиорезистентности, про классическое значение и методы направленной элиминации этих клеток. Характеристика опухоли стволовых клеток. Эти клетки обладают высокой турмогерностью, туморогенностью, высокой экспрессией эпителиально-специфического антигена ASA, маркера CD44 и отсутствия или низкой экспрессии CD24, способность к самообновляться и воспроизводить гетерогенность исходной опухоли. Стволовые клетки могут подвергаться динамическим переходом от эпителиально-мезимхиального состояния, что называется эпителиально-мезимхиальная транзиция, и наоборот. В результате эпителиально-мезимхиальной транзиции опухоли клетки приобретают свойства, ассоциированные с процессом метастазирования, способности к инвазии и повышенную устойчивость к апоптозу. Количество стволовых клеток в опухоли. Обычно опухоли в стволе клеток составляют не более 5% от всех опухолевых клеток. У больных ракомолочной железы выявлена корреляция, корреляционная связь между высоким содержанием в перечной опухоли CD24+, и CD24- клеток с наличием одоленных метастазов, особенно в костях. И высокая доля CD44 и CD24 опухоли в стволах клеток, более 10% обнаружено, более чем у 80% больных с метастазами. И при этом отсутствии метастазов высокая доля опухоли в стволах клеток отмечалась значительно реже. Примерно в 60% у больных трижний гатином ракомолочной железы, и в 40% больных остальными молекулярными подтипами ракомолочной железы. Количество опухоли в стволах клеток можно рассматривать не только как показатель прогноза течения заболевания, но и учитывать при выборе тактики лечения больных ракомолочной железы. Начиная с мая 2016 года на базе нашего центра в рамках протокольного клинического исследования мы начали определять опухоли в стволах клеток у больных ракомолочной железы до лечения, в процессе лечения и после окончания неодевантной или индукционной химиотерапии. В исследование было включено 31 пациент в трижний гатином ракомолочной железы, первой и третьей стадии. Средний возраст больных составлял 41 год. Всем больным было проведено, во-первых, был подтвержден диагностерном негативного рака и подтвержден в центральных лабораториях города Москвы. Кроме того, всем больным было проведено молекулярно-генетическое исследование для вылияния мутации BRCA1, BRCA2 и CHEC2. В вылиянии мутации у двух пациентов, что составило 6,5%. Полихимиотерапия включала в себя неодевантную или индукционную химиотерапию из 12 еженедельных введений поклитоксела из расчета 80 мгм2 и карпоплотина один раз в три недели, при этом АУК равнался 6. Долю опухолевых клеток определяли в биопсии на материале больных до лечения, после проведения трех введений поклитоксела, одного введения карпоплотина и после 12 введений поклитоксела, четырех введений карпоплотина. То есть по завершению курса на иодевантной или индукционной химиотерапии это определяли уже в операционном материале. Опухолевые клетки определяли с помощью проточной цитометрии, идентифицировали по иммунофенотипу CD44+, CD24-, который по данной литературе чаще всего используется для этой цели. Определяли количество клеток с фенотипом опухолевых стволовых среди всех ядросодержащих клеток в очаге и в ряде случаев в лимфоузлах, вовлеченных в патологический процесс. На данном слайде представлено распределение опухолевых клеток по экспрессии CD44+, CD24- у двух пациентов с высоким содержанием опухолевых клеток и с низким содержанием стволовых клеток. Средняя доля опухолевых клеток в первичном очаге при различных клинико-морфологических показателях представлена на этом слайде. Мы не нашли какой-то корреляционной зависимости между распространенностью первичного опухолепроцесса, то есть размерами первичной опухоли от Т1 до Т4. Не нашли корреляционной зависимости от распространенности по региональным лимфатическим узлам от Н0 до Н3. И не нашли достоверно-морфологичной междустепени дифференцировки первичной опухоли ГРД1, 2 и 3. Но в среднем доля опухолевых клеток у больных трижды негативным раком или тронегативным ракомолочной железы составила 22,4%. В лимфоузлах, которые влечены в процесс, он составил 23,3%, что существенно выше, чем при других молекулярных потепах ракомолочной железы, если сравнить наши результаты с данными литературы. Здесь представлено количество опухолистовых клеток после нескольких одного и двух введения препаратов по клетокселу и карбоплотина. Но в целом по группе доля опухолистовых клеток не изменялось после первых курсов химиотерапии. Но нужно заметить, что на этом моменте мы и не регистрировали существенной регрессии первичной опухоли. Поэтому неудивительно, что и на этом этапе отсутствовало изменение массы стволовых клеток, и мы не наблюдали, поскольку и не имели изменения самой массы опухолевой. Но совсем другую картину мы наблюдаем после завершения неодевантной и индукционной полихимиотерапии после 12 курсов карбоплотина, 12 курсов по клетокселу и 4 курсов карбоплотина. Это представлено материалы операционного исследования. Мы брали опухоль и в ней определяли опухолистовые клетки. После проведенной химиотерапии доля опухолистового клетка уменьшалась примерно в 3 раза в среднем по группе. Это очень оптимистический результат, поскольку он свидетельствует все-таки отчувствительности опухолистовых клеток к проведенной терапии. Однако на индивидуальном уровне мы наблюдали значительный разброс данных по реакции опухолистовых клеток. 10 пациенток после проведенного лечения наблюдается в течение 1 года без признаков рецидива опухоли. 21 пациентка в процессе лечения. Таким образом, по мере накопления данных, увеличения выборки и продолжительности клиникового наблюдения, мы планируем провести анализ прогнозического значения количественных изменений опухолистовых клеток при 3-х негативном раке молочной железы. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему все-таки доля тех клеток, которые приписываются, что они стволовые, уменьшается в процессе терапии? Но если мы исходим из того, что химиорезистентны, они, ну, как минимум, должна эта пропорция сохраняться, если лечение идеальное, а скорее всего, все-таки увеличиваться. Как ни крути, печально, это правда одна. Как ни лечи, рецидивы будут. И если это пытаться связаться с стволовыми клетками, то, в общем-то, при любом ситуации я буду ожидать, что уменьшаться их пропорция, ну, если это определение, планы какой-то забил. Какие биологические причины в основе этого? Да, вы правы, поскольку есть работа, говорящая о том, что при проведении химиотерапии мы возимем на быстроделяющиеся клетки, этот полоделяющийся, который уменьшается, и в процессе соотношения возрастает именно доля стволовых клеток. Но у нас просто небольшая выборка, и мы так склонны считать, что все-таки, возможно, здесь в какой стадии находится именно стволовая клетка, она ведь не просто мертво находится в своей нише, она тоже прицепляет изменения в процессе химиотерапии. Мы склонны думать, что, может быть, наша химиотерапия, которую вот в данном режиме мы плотнодозной химиотерапии использовали, она все-таки воздействует на стволовые клетки. Но утверждений четких нет. Ну хорошо, но все-таки вот подобного рода работы, они же делаются и на молочной железе, то есть сопоставление, в общем, исходных материалов и материала, полученного в ходе операции, ну, таких работ очень много. А вот какие аналогичные исследования вы можете привести, какие там схемы терапии были, как определялись опухолевые клетки, какие результаты видели, хоть несколько работных. Схемы определения такие же, то есть также определялись по маркерам CD44+, и CD24-, но схемы терапии были немножко другие. Там не плотная дозная химиотерапия была, а один раз в три недели. И что наблюдалось? Да, там наблюдалось, там наблюдалось, что возрастало, возрастало соотношение опухолевых клеток в первичной опухоле после проведенной химиотерапии. Но там была регрессия в первичной опухоле. Мы здесь привели то количество, которое, ну, у нас уменьшался первичный очаг и уменьшался количество стволовых клеток. То есть мы наблюдали вот такой закон. Но еще раз повторяю, что только 31 пациент, из них только 10 анализировано в таком образе. Поэтому, может быть, в дальнейший набор мы получим такую же закономерность, что и в публикациях. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok